В субботний день Православная Церковь вспоминала обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме. В церковной традиции в храмах, посвященных этому празднику, положено совершать вечернюю, утреннюю, часы и божественную литургию пасхальным чином. По этим причинам праздник этот в народе называют осенней Пасхой. Подробнее в материале Галины Ледвиной. Воскресения Христова Воскресением в отличие от праздника Пасхи. Настоящее его название, как и название храма на Ваганьковском кладбище – память освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Спустя почти 10 лет после обретения Древа Христа Господня царицей Еленой был освящен и храм Воскресения Христа на месте страдания и положения тела Господа Иисуса в городе Иерусалиме. В память об этом событии, когда весь Иерусалим, вся Палестина ликовала, а с ней и Иерусалимская церковь, об освящении, то есть обновлении Святого места, об освящении храма Воскресения Христова, обравшего себя все святыни христианского мира, место страдания, место упокоения тела Господа Иисуса и Его Преславного Воскресения. Вот этот праздник сегодня вспоминается в этот день во всем православном мире. По традиции, престольный праздник храмов, посвященных этому событию, совершается пасхальным чином. Именно с этой особенностью связано то, что в народе его называют «Осенней Пасхой». Так же, как на Пасху, в храме открываются царские врата и поют «Христос Воскресе». Так же на утренне меняются облачения у священника. Христос Воскресе! Христос Воскресе! По окончании богослужения был совершен также пасхальным чином крестный ход во главе с епископом Савой и священством в красных облачениях с пасхальными тресвешниками в руках. Участие в шествии приняло братья Высокопетровской обители в священном сане, а также прихожане и те, кто, придя на могилы близких, зашел в храм. Пасхальные богослужения, совершаемые осенью, в день памяти этого праздника, 25 и 26 сентября, они приобщают христиан, помолиться приходящих в храмы Воскресения Славущего, к этой пасхальной осенней радости. Поэтому все вчера и сегодня пришедшие в храм, в наш храм на Ваганьково, уходят сегодня с радостными лицами, с ощущением реально пережитой Пасхи Христовой. В завершении праздника для всех желающих провели экскурсию по Ваганьковскому кладбищу по маршруту церковной некрополи Ваганьково.